Здравствуйте! В эфире Таганрожская телевизионная сеть. Вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». С вами я, ее автор и ведущий Евгений Токарян. 16 июня весь православный мир отметит праздник Святой Троицы. О нем сегодня рассказывает настоятель Ильинского храма Иерей Борис Гущин. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня мы с вами поговорим о таком особом событии, явлении в истории христианской церкви, как Пятидесятница или Сошествие Духа Святого на апостолов. Этот праздник мы также называем Днем Святой Троицы. Многие называют этот праздник Днем Рождения Христианской Церкви, потому что Дух Святой, который сошел на апостолов, соединил их в один живой организм. О самом этом событии, о Сошествии Духа Святого, Господь Иисус Христос неоднократно говорил своим ученикам во время своего земного служения. Не сомневаюсь нисколько, что многие из вас читали в Священное Писание книгу «Деяний святых апостолов», в которой описывается о том, как Господь вознесся на небеса, как после этого ученики были собраны все вместе, ожидая сошествия Духа Святого, обетованного Господом. И вот в день Пятидесятницы Иудейской, на 50-й день после воскресения Христова, когда они находились вместе в одном помещении, послышалось как бы сильное движение ветра, как бы шум от ветра, который наполнил собою также все помещение, в котором они находились. И вот явились огненные языки, разделяющиеся, которые почили на каждом из апостолов. И они исполнились Духа Святого и стали говорить на разных языках. Видимо, они вышли на проповедь, а в это время, в эти дни в Иерусалиме, вы знаете, что было громадное стечение народов, иудеев, которые пришли из самых разных городов для того, чтобы поклониться Богу, соблюсти положенные установления, обряды. И вот именно к ним обратились апостолы. Причем каждый, кто пришел, слышал свое знакомое им наречие. Некоторые даже удивлялись, наверное, говорили, они напились сладкого вина. И тогда апостол Петр, обратившись к ним, говорит, нет, дорогие, они не напились сладкого вина. Произошло то, чего давно еще обещали, обетовали пророки. Сошествие Духа Святого. Обратился к ним и рассказал о воскресении Христовом и о смысле всего происшедшего. И вот в результате этого обращения апостола Петра, в результате этой проповеди, в первый же день после его проповеди, обратилось ко Христу около трех тысяч человек. Вот это событие мы с вами, конечно же, вспоминаем, прежде всего на богослужении. Если вы войдете в храм в этот день, в день Святой Троицы или Пьедесятницы, вы можете заметить, что все облачено в зеленый цвет. Вот одежды священнослужителей, престол, на стенах, там какое-то украшение зеленое, трава присутствует, ветки, растительность. Зеленый цвет является символом животворящего действия Духа Святого. Вот. Не исключением является и наш, и Линский храм, в котором мы совершаем все торжественные праздничные богослужения. Дорогие друзья, я вас поздравляю с этим великим, действительно радостным, особенным двунадесятым праздником, радостно прославим Господа и желаю, чтобы Дух Святой, однажды сошедший на апостолов, который дан нам в Таинстве Святого Крещения, действовал в нас, был с нами, укреплял нас, наставлял нас, в общем, был с нами все дни нашей жизни. С праздником, дорогие друзья, братья и сестры! Вы еще не успели подготовиться к жаркому лету? Тогда вам магазин Винтерфелл. Большой ассортимент сприт-систем различных фирм, обычных и инверторных. Расстрочка до двух лет. Бесплатная установка с магистралью до трех метров. Гарантия до пяти лет. Очистители и увлажнители воздуха недорогие и премиум класса. А также большой ассортимент расходных материалов для пылесосов в наличии и под заказ. Дорогие друзья, ждем вас в нашем магазине. Приходите. И мы постараемся сделать все, чтобы лето для вас было комфортным. Вас ждут по адресу транспортная 46-2 ежедневно с 10 до 17 часов. А теперь о том, как праздник Святой Троицы связан с историей нашего города, рассказывает старший научный сотрудник музея-заповедника Алла Цимбал. Таганрог, основанный Петром I в начале славных дел, на первом этапе своего существования носил название Троицка на Таганроге. И это очень значимо, потому что Петр I, родившийся 9 июня, очень почитал этот праздник. Он родился на него, вблизь него он основал Петербург, будущую столицу своей империи. Для Петра I очень важно было закрепиться здесь, на южных берегах российских земель, вновь обретенных. И выбирая место для строительства нового города, он думал о том, чтобы это место стало для России важным в дальнейшем продвижении на юг. Именно здесь, в 1698 году, начинается строительство первого военно-морского форпоста России. А спустя год закладывает церковь в честь Святой Живоначальной Троицы. В освящении места для строительства церкви участвовал сам царь, только что вернувшийся с Керченского похода, который стал очень важным и значимым для России. Россия впервые одерживала блистательные победы над Османской империей. Она впервые показывала свою силу и мощь на южных морях. И когда Петр привел к Керчи флот, который был больше турецкого флота, это было, конечно, очень важное событие. И в этом событии огромное место отводилось нашему тогда только рождавшемуся городу. Церковь Святой Живоначальной Троицы, построенная в Таганроге, дала им городу имя. Уже в 1700 году крепость вошла в реестр российских городов под этим названием – крепость Троицкая на Таганроге. И город, который разрастался вокруг этой крепости, тоже стал так называться. В Петровскую эпоху Троицк на Таганроге был крупнейшим населенным пунктом в этих южных землях, новообретенных российским государством. Церковь Троицкая в Таганроге в это время была главным культовым сооружением города. Царь сам не раз принимал участие в службах в ней. В ней служили службы для моряков Азовской флотилии, для гарнизона Таганрогской крепости. В ней служили службы и в честь славной победы Петра под Полтавой в 1709 году. Надо сказать, что под Полтаву он отбыл именно из Таганрога. И в это время уже строится Петербург, кстати, тоже основанный вблизи Троицы, сразу вскоре после праздника Троицы. И в Петербурге первая церковь тоже строится в честь святой Троицы. Именно в этом храме впоследствии в Петербурге, когда Таганрог уже был разрушен, Петр I принимает титул императора. Так вот как бы складывается история рождения Российской империи, в которой Таганрогу принадлежит самая первая начальная страница. Но, к сожалению, первый период, первый этап существования Таганрога или Троицка на Таганроге не был продолжительным. Османская империя была довольно сильным государством. И Россия не могла вести на два фронта войну. На Балтике она одерживала победы. Именно Петербургу предстояло стать столицей новой империи. А Таганрог был разрушен по прудскому мирному договору. Первый храм Таганрога был разобран и перевезен в Бахмут. Спустя 50 лет, более чем 50 лет, русские войска вернулись на территорию полуострова. Таганрог возрождается в Екатерининскую эпоху. И здесь, на месте Троицкой церкви, строится новая церковь Архангела Михайловская. Она долгое время существовала, но очень сильно пострадала во время Крымской войны. Была обстрелена англо-французским десантом. И пришлось построить новую Михайловскую церковь в 1877 году на окраине города. Большой каменный храм был освящен под названием Михайловского храма. Но таганрожцы не хотели примириться с тем, что вот это место, сакральное место, значимое, останется без храма. И к концу 19 века, к 200-летию Таганрога был возрожден храм. Он опять получил название Троицкого на том же месте, где когда-то стояла церковь во времена Петра I. Этот Троицкий храм просуществовал до 1930 года, когда он был закрыт, как и большинство церквей Таганрога. Сейчас на его месте мы можем видеть памятный знак. А Троицкий храм опять возрожден в Таганроге. Но теперь он находится на дальней границе города, на территории микрорайона Русское поле. И как бы напоминает нам своим названием о славной первой странице истории Таганрога. Мы продолжаем разговор об инфаркте миокарда. Сегодня о причинах возникновения этого заболевания рассказывает ваш домашний доктор, врач-кардиолог больницы скорой медицинской помощи Наталья Саркисян. Здравствуйте! Вряд ли на нашей планете найдется человек, который не знает и не слышал про инфаркт миокарда. Но, к сожалению, существуют люди, которые и не предполагают, что это одна из основных причин смертности, оставляя позади онкологию, инфекционные болезни, СПИД. Каждый четвертый человек умирает в мире на сегодняшний день от инфаркта. Чаще всего возраст от 45 до 60 лет. У мужчин инфаркт развивается в 4 раза чаще, чем у женщин. Какие же факторы способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта? Существуют факторы риска, на которые мы повлиять не можем. Это возраст, это пол, наследственность. Но есть факторы, которые мы в силах изменить. Это артериальная гипертония, это сахарный диабет, это табакокурение, это дислепидемия, избыточный вес, ожирение. Итак, если у вас гипертония, то обеспечьте адекватный контроль артериального давления и своевременно принимайте препараты, нормализующие артериальное давление. Если вы курите, откажитесь от табакокурения немедленно. Каждая выкуренная сигарета может стать для вас последней. У курящего человека 2,5 раза риск развития инфаркта и инсульта выше, чем у обычного человека, так как повреждается эндотелий, что может привести к образованию тромбозов. Страдаете диабетом? Не забывайте контролировать регулярно уровень глюкозы крови гликированного гемоглобина. Обеспечьте адекватный и своевременный прием сахароснижающих препаратов. А вы знаете, какой у вас холестерин? А ведь повышенный холестерин – это одна из причин развития теросклероза. Еще один фактор, на который мы можем повлиять – это повышенная масса тела. Измерьте окружность талии. Если она превышает объем бедер, это риски возникновения сахарного диабета. Поэтому следите за питанием, побольше двигайтесь и выполняйте хотя бы несложные физические упражнения, чтобы быть здоровым и чувствовать себя хорошо, нужно заняться собой уже сегодня, а не ждать, когда случится необратимое. И не важно, сколько вам лет, это никогда не поздно. Я желаю вам здоровья. До свидания. Вот и пришло время нашего вкусного совета. С вами шеф-повар Вячеслав Волков. Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить салат со снежным крабом, ветчиной и овощами. Для этого потребуются следующие ингредиенты. Болгарский перец, снежный краб, ветчина, помидоры, лист салата. Для заправки мы будем использовать майонез и соус чили. Для декора мы будем использовать икру массага. Для начала мелко порвем лист салата в миску. Болгарский перец нарезаем кубиком. И отправляем к листу салата. Нарезаем кубиком снежный краб. И отправляем в миску. Ветчину нарезаем тонкими полосками. И отправляем в салат. Помидор нарезаем кубиком. И отправляем в салат. Добавляем соль. Перец. Майонез. Салат чили. И осторожно перемешиваем салат. После того, как салат перемешали, выкладываем в тарелку. В завершении салата декорируем икрой массага. Салат со снежным крабом, ветчиной и овощами готов. Приятного аппетита! Натуральные соки – это часть здорового образа жизни, утверждает эксперт программы Евгений Подорожный. Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о натуральных овощных соках. Многие их недооценивают и зря. Ведь в них большое содержание минералов. Калий, магний, медь, витаминов группы В, фолиевой кислоты, витаминов К и Е. К тому же овощные соки незаменимы для тех, кто следит за своей фигурой. Ведь многие из них имеют так называемую отрицательную калорийность. То есть при их переваривании организм тратит больше энергии, чем может из них получить. Таким соком можно отнести, например, морковный, капустный и все овощи темно-зеленого цвета. Как известно, в соки запрещено добавлять консерванты и красители. А овощные соки изготавливаются еще только из свежей продукции. Причем современные технологии позволяют сохранить всю пользу натуральных овощей даже после переработки их сок. Так, например, томатный сок содержит большое количество ликопина. По данным исследований, это очень сильный антирадикал, который помогает нашему организму справляться с многими болезнями. Начиная с сердечно-сосудистых и заканчивая некоторыми опухолевыми. Причем ликопина в томатном соке содержится на порядок больше, чем свежих помидоров. Это связано с тепловой обработкой. Свекольный сок также очень полезен. Он способен нормализовать давление и помогает людям с проблемами пищеварения. Морковный сок содержит большое количество бета-каротина. Так, например, в стакане этого сока дудневная норма витаминов группы В. Они, как известно, благоприятно влияют на нашу нервную систему, состояние кожи, волос и ногтей. И, конечно же, на зрение. То же самое, в принципе, можно сказать и о тыквенном соке. В нем тоже большое содержание бета-каротина, и он имеет свой неповторимый вкус, не похожий ни на что. Кроме того, и морковные, и тыквенные соки содержат растворимые пищевые волокна. Например, в стакане тыквенного сока их содержание может доходить до 30%. Кроме того, в продаже часто можно встретить мультиовощные соки, которые содержат пользу каждого отдельного овоща. А вот свекольный сок вы вряд ли купите в чистом виде. Дело в том, что его не рекомендуют пить большими порциями, и особенно свежевыжатым. Поэтому его часто смешивают либо с томатным, либо с тыквенным соком. Употреблять соки лучше или через полчаса после еды, или за полчаса до. Норма составляет около стакана для взрослого человека. Для ребенка можно полстакана, и то эту порцию лучше разбить на два приема. Что касается упаковки, то все мы привыкли видеть овощные соки в стеклянных банках, либо бутылках. Однако картонная упаковка считается более экологичной и способной сохранить все полезные свойства, вкус и аромат данного продукта. Дело в том, что соки при тепловой обработке нагреваются всего лишь на 30-40 минут до температуры 100 градусов. Потом асептически упаковываются в упаковку Тетропак, которая на долгое время сохраняет вкус и аромат данного продукта. Сравгодность соков упаковки Тетропак составляет около года. Помните, что натуральные овощные соки – это все-таки не лекарство от всех болезней. Это лишь часть здорового образа жизни. Пейте соки и не болейте. До свидания. Дорогие друзья, ждем вас в нашем магазине. Приходите. И мы постараемся сделать все, чтобы лето для вас было комфортным. Вас ждут по адресу транспортной 46-2 ежедневно с 10 до 17 часов. Завершит этот выпуск программы небольшая зарисовка. Прощаюсь. Я желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!